всем привет и так наконец-то я избавился от рабства китайских ноутбуков и теперь пришло время дешевых сборок компьютеров и это не шуточки действительно в этом видео я сам полностью купил все железо этой сборки потратил примерно 25 тысяч рублей или 10 тысяч гривен и этот компьютер я планирую подать своим зрителям канал если конечно он не окажется дерьми чем короче я решил сделать свой вариант бюджетной народной сборки и она немножко отличается от тех что можно найти в ютюбе чем отличается но наверное тем что наконец-то в бюджетном пока не будет зеонов не будет бушных железок с авито и даже я соберу не в коробке из-под картошки это полностью новое железо с документами и тут все куплено лично мной единственное что меня расстроило это то что я не смогу показать зрителям все эти распаковки как я собираю пока верчу каждую железку а все потому что я запарился и случайно стер на карте кучу отснятых материалов поэтому детально каждую железку я не смогу показать но зато будет больше времени на тесты и прочую болтовню общем перед началом давайте мы сделаем рекламную паузу я покрою свои затраты на эту сборку а вы спокойно держа себе в руках послушайте информацию тем более полезную информацию так друзья крупный маркет электроники в украине под названием телемарт празднует свой день рождения им исполняется 10 лет и в честь юбилея к этому празднику они подошли основательно во первых на сайте прямо сейчас проводится киберсейл с хорошими скидками на комплектующие для пк и прочие девайсы сама распродажа будет проводиться до 3 сентября включительно и самое важное в этой истории это конечно же конкурсы с подарками до конкурсы это наша жизнь в общем все кто в период акции купят что-то в шоуруме телемарке то сразу автоматом примут участие в розыгрыше пк на базе амди райзен 3600 плюс арте x 2060 для участия нужно просто оформить заказ в одном из шоурумов до 3 сентября плюс также период распродажи любая сборка пк становится полностью бесплатная короче теперь тебе соберут пк просто за красивые глаза и это еще не все в социальных сетях тоже будет свой мини праздник и там уже прямо сейчас проводится конкурс просто делаешь креативный пост видео с поздравлением телемарта и получаешь за это различные подарки в общем время у вас еще есть как бы в распоряжении подарков будет несколько и условия конкурса смотрите в описании под этим видео еще раз поздравляю телемарты с юбилеем 10 лет советую собрать у них компьютер цены у них правильные но мы вернемся к теме видео итак комрады капитальной красавчики давайте уже узнаем что же я поставил в эту сборочку расчехляйте свои кошелечки и сперва я напомню что данный компьютер я делаю конкретно только под игры а значит в целом четырех ядерный райзен 3 1200 и карта rx 470 по идее должны не облажаться именно эти железки и стал ключевыми в этой сборке кстати с видеокарты мне наверное повезло я купил абсолютно новую запаянный видях у за семь с половиной тысяч рублей эта карта не была 40 тысяч лет в работе у какого-то босс новомайнера нет то есть за свои семь с половиной тысяч рублей это отличная новая видяха и она по скорости примерно на уровне rx 570 которая стоит напомню не 7 500 а 12000 опять таки кто-то обязательно не поверить что это новая карта жаль конечно я по тупости стерки записи распаковки ведь там я снял что данная карта была полностью запаяна в пакете и она действительно новая короче хотите верьте хотите нет мы не допил куда интереснее то что мне повезло не только с видеокарты но и с разным который оказался одним из редких экземпляров а именно на 12 нанометров обычно такие камни маркируют на крышке двумя буквами а.ф. и это более быстрая модель чем обычный райзен 3200 далее под этот процесс я взял самую дешевую мать на чипсете а320 на больше меня просто не потянет бюджет потому что еще раз напомню моя задача была сделать сборку четко конкретно на 25000 без всяких там ну знаете я случайно нашел дома жесткий диск да и блок питания вы можете на авито за пятерку купить ну и вся вот эта вот чушь короче ноги ладно давайте таки продолжим видео и к этому процессу я взял обычный небольшой кусок радиатора от японской компании аэрокол это лидер производства охлаждения и блоков питания и все эти ваши nzxt be quiet сисоники все-таки тайский мусор и кстати для тех кто не в курсе на материнское платье с чипсетом а320 нельзя делать разгон процессора райзен но можно делать разгон оперативной памяти поэтому исходя опять таки из моего бюджета я взял 8 оперативы две планки по 4 от фирмы крушел на частоте 2400 да я знаю что 16 оперативы 2020 это прям уже народный стандарт но я в 10 раз повторюсь что бюджет у меня всего лишь 25000 и тут ну никак физически я не помещаюсь на 16 оперативы из этой памяти я думаю получится сделать частоту 3200 вместо 2400 это делается очень просто я покажу чуть позже как это делается на своем примере ну а так принципе это все что я хотел показать в этой сборке тот материал который я отснял а потом случайно стер по тупости он не позволяет не показать вам больше поэтому давайте я просто быстро зачитаю остальные железки и приступим уже наконец-то к тестам итак из накопителя у меня будет стоять просто обычный вид на 1 терабайт 7200 на 2 сссд под винды у меня никак не тянет бюджету либо 1ссд на 250 или 1 вид на 1 терабайт я выбрал просто 1 вид далее блок питания я взял какой-то там бюджетный дипкол не помню он на 500 ватт он стоит в среднем 2 400 2 500 изначально я хотел конечно поставить fsp днр но юб то он страшнее войны словно из 90 если учесть что корпус у меня имеет отверстие на блоке питания то серый дешевый fsp торчащий из корпуса это прям вызывает у меня рвотные позывы далее по корпусу тут я не стал собирать на мусоре за 900 рублей все таки железо новое и да и не самое срата и поэтому я решил украсить его корпусом за 2300 рублей или 900 гривен этот корпус я бы сразу назвал одним из лучших за эти копейки ведь помимо того что он на половину стеклянный так он еще и формате микро айтикс формате что идеально подходит под мою материнскую плату и второе что также немаловажно в этом корпусе зашиты внимание блок питания куча посадочных мест под накопителей и в комплекте с корпусом также обратите внимание идет сразу 4gb вертушки это просто пушка единственное что мне не нравится во всех этих бюджетных моделях это вонючие пылевые фильтры хотя это даже и фильтрами нельзя назвать это какая-то шляпа сверху у меня есть дома настоящий пылевой фильтр от корпуса big white и вот он друзья живой пример как нужно делать нормальные вещи а это просто какой-то мусор который я бы с удовольствием уничтожал ну ладно что ж сперва перед началом тестов я должен показать своему любимым подписчикам как поднять через bios частоту на памяти это важно ибо вся душа и вся божественная мощность райзена вкроется как раз именно в оперативной памяти и так сначала заходим в bios через клавишу delete и в меню частот выставляем множители памяти не 24 а 32 далее нажимаем enter и заходим следом ниже в еще одно меню напряжения процесса и там тоже на памяти вместо 120 выставляем 135 вольта и тоже нажимаем enter все теперь наша память на частоте 2 400 стала памятью на частоте 3200 которая стоит заметно больше и вот теперь давайте же посмотрим что это нас собирал за 25 тысяч рублей или 10000 гривен и скажу сразу наперед тестировать я буду только на высоких full hd возможно местами я буду конечно выставлять даже очень высокие или скажем даже ультра настройки потому что я не собираюсь вылизывать свою сборку выставляю в лучшем свете обосрется на высоких full hd значит обосрется мне все равно что ж первым делом как вы уже поняли я запустил сразу не counter strike и не minecraft а сходу я поставил очень требовательную метро исход на высоких full hd исключенные тисселяции и 6-кратные анизотропные фильтрации фу господи сломаешь язык короче в результате мы видим под землей в среднем порядка 50 возможно 55 кадров а на поверхности в среднем 40 45 то есть целом можно пройти игру и даже на высоких настройках да это конечно не 60 fps есть местами микрофризы это вам тоже заметно это скорее всего возможно из-за накопителя возможно из-за 8 оперативной памяти и нужно 16 а возможно просто райзен действительно говно и я не знаю результаты в целом не кажутся нормальные с учетом того что это действительно высокие настройки full hd едем далее теперь решил запустить третью часть ведьмака чисто ради интереса и тут я конечно же повторил настройки из метро то есть выставил высокий full hd и также включил всевозможные эффекты и понятное дело визуально ведьмак уже не такой требовательный как все тот же метро исход и поэтому тут слова лизе сумма получаем 60 fps и даже 70 думаю такой фрейм можно считать скорее всего комфортным но еще бы не читать комфортным 60 кадров и следом давайте же запустим что-то в жанре автосимулятора ну например это будет вторая часть project cars и так перед началом тестом я обещал показывает настройки что все было честно и видим что я выставил не просто высокие а даже ультра full hd со всеми эффектами и тут среднем от 70 до 100 fps думаю особо нечего комментировать все работает более чем стабильно но и мне лично куда интереснее эта температура железа во время тестов и тут если вы заметили райзен 3000 то есть райзен 3200 держит заявленную частоту 3400 с копейками его температура не поднимается выше 70 в то же время видеокарта rx 470 тоже полностью загружена и температура ее примерно 6567 выходит что дешевый радиатор на процессоре и стеклянный корпус за копейки это нормальное решение в этой сборке хотя я очень действительно сомневался что будет именно так возможно мне опять повезло обычно если шелест что-то собирает правильно то значит ему просто везет ну как бы здесь вы просто без вариантов ног и движемся далее теперь я решил также проверить популярность сетевой хитрый nb6 и уже потом будем заканчивать делать выводы и так далее так значит тут история следующая возможно я вдохновился результатами выше и почему-то не стал выставлять просто высокие настройки а решил рискнуть хотя блин тоже мне прямо звучит рискнуть короче друзья я просто пресетом поднял настройки до очень высоких и средний фрейм который я видел это примерно 7580 fps небольшими поднятиями до 90 опять-таки найдутся конечно же дети депутатов и они скажут мол 7580 это реально мало но я еще раз повторюсь это очень высокие настройки full hd поэтому имеем что имеем и честно мне кажется rainbow 6 довольно прилично плюс к этому видим что райзен 1200 везде отрабатывает на совести видеокарты rx 470 трудятся на сто процентов больше мне как бы нечего сказать поэтому давайте посчитаем сколько стоит сама сборка полностью причем посчитаем реально сколько она стоит и не на словах но такие приколы я часто заметил бывает у тех на блоге равно неважно и так первым делом в самом первом чеке мы видим что сумма там написано 10 130 рублей именно столько я заплатил за новую видеокарту rx 470 и также за корпус далее на втором чеке видим сумму 14385 и на эту сумму я взял райзен 1200 материнскую плату оперативную память жесткий диск на 1 терабайт плюс также радиатор на процессор за 600 рублей в итоге что получается берем значит первый чек к нему прибавляем второй чек и равняется общая сумма 24 тысячи пятьсот рублей но и тут конечно же я бы мог бы сказать вот смотрите все совпадает и молодец даже меньше но я знаю что кто-то обязательно заметил что я не посчитал что правильно блок питания дипкул если я не ошибаюсь я брал его три месяца назад и в среднем примерно за 2 400 этого получается 24 500 плюс 2 400 равняется ну почти 26 900 что ж как мы видим даже при всем моем большом желании сэкономить на оперативной памяти на материнской платье и на процессоре я все равно не влез в бюджет в 25000 да конечно можно было взять корпус и подешевле скажем какой-нибудь там уродливую мразь за 800 рублей и сэкономил бы я при этом ну где-то полторушку на корпусе то да вот в таком случае вышло вот действительно 25000 за весь компьютер но я решил все же если я собираю пока для любимых подписчиков на конкурс то сделаю его в симпатичном корпусе так вот что получить этот самый компьютер вам не нужно создавать мертвый аккаунт в летишоп заполнять всякие там анкеты и делать кучу ненужных действий просто берешь ставишь лайк под этим видео если он тебе конечно понравилось далее пишешь любой комментарии тоже под этим видео и в конце конечно же что получить компьютер нужно быть подписчиком чего правильно моего канала все вот и все условия поэтому пока я щедрый пользуйтесь случаем и подписывайтесь на канал добьем уже наконец-то один миллион подписчиков но я пошел снимать видео которое уверен вам тоже понравится всем еще раз не болеть и до до встречи на канале пока пока